Здравствуйте, дорогие друзья! Весной очень хочется много всего посеять, и цветы, и рассаду овощей собственную вырастить. И, конечно, наши подоконники не резиновые, приходится как-то это все теснить. И это не идет на пользу нашей рассаде, потому что сами себя кустики затеняют, и не хватает света, из-за этого бывает, что рассада вытягивается. А это уже, в свою очередь, ведет к тому, что эти растения в дальнейшем либо дают слабый урожай, либо плохо цветут или болеют. Вот сегодня я вам расскажу, как часть рассады можно вынести с подоконников в теплицу, и некоторые культуры совершенно спокойно здесь вырастают. И получается очень здоровая, очень качественная рассада, потому что в теплице обилие света. Мы сидим сейчас в стационарной теплице, которая покрыта поликарбонатом, а можно сеять в грунте. В грунте можно организовать такой ранний посев, если поставить дуги над грядочкой и укрыть их или спонбондом, или пленкой. Если пленкой, то здесь есть опасность перегрева, потому что нет проветривания, и в солнечный день температура там может подниматься очень высокая. А вот если укрыть нетканным укрытым материалом, то рассада там будет защищена и от холода, от заморозков, и в то же время будет очень хорошо развиваться. Я покажу, как сеять такие культуры на примере семян астр, и я взяла семена аэлиты. Вот посмотрите, сколько их. Они такие все яркие, красивые. Но самое главное, почему я выбрала эту фирму, потому что семена надежные. У меня ни разу проколов с ними не было, и всхожесть меня очень радует. Ну а теперь немножко о тонкостях посева и о том, почему семена могут не всходить. Первое правило для таких ранних посевов, чтобы семена всходили, это не сеять слишком рано. Потому что многие торопятся посеять даже в марте. У нас воздух в теплице прогревается на солнышке, а вот температура почвы еще очень остается низкая. И лучше сеять, когда почва прогреется, хотя бы градусов до 8. А второй момент, это то, что вот есть холодостойкие растения, которые нормально переносят эти понижения температуры. А есть такие вот, как астры, циния, они могут страдать от этого. Представьте, вот вы посеяли в холодную и влажную почву, а после этого в марте месяце у нас наступили сильные заморозки. Почва еще остыла. И вот эти семена, если они уже проклюнулись, то они могут там просто-напросто заболеть, загнить. Вот у вас и нет всходов. Еще одно правило, это не нужно семена слишком сильно заглублять в почву. У меня есть одна хорошая знакомая, которая выращивает рассаду даже на продажу. И она говорит всегда о том, что семена надо сеять, их не нужно хоронить. И вот очень глубокую бороздку делать не нужно. И еще обязательно присыпать такой сухой рыхлой земелькой или компостом, или смешивать с песком. Можно взять даже какую-то покупную землю на основе торфа, потому что у многих это глина какая-то. И тоже образуется корка после полива, и семена тоже могут не взойти. Вот эти все правила соблюдаем, и тогда у нас будут хорошие сходы. Итак, что нужно для посева? Естественно, подготовить бороздки. Я предлагаю делать это не поперек вот этой грядки, а вдоль нее. Тогда у вас основные культуры можно будет посадить так, что рассада астр ничуть не помешает. И можно их оставлять в этой теплице достаточно долго, пока вы точно не будете уверены, что в грунте уже не будет заморозков. Вот обычным плоскорезом, вот таким маленьким, мы готовим эту бороздочку. Можно прямо на протяжении всей этой грядки. Можно даже две бороздки сделать, если вы много сажаете сортов, или если у вас много разных видов растений хотите посеять. Вот те же цинии, амарант можно сеять. Вот так в теплице он тоже очень хорошо успевает. И вот в эти бороздочки мы будем раскладывать семена. Еще одно правило. Астры очень часто поражаются фузариозом. Это такое заболевание, которое передается через почву, через корни. И потом такое неприятное получается явление, что уже образуется даже бутончик у этой астры, и вдруг он повисает. И думают, что заболело само растение, а больны корни. И вот чтобы это заболевание не передавалось, нужно обеззараживать и почву, нужно обеззараживать и семена астры. Обеззараживание можно провести дома. Это точно так же, как мы обеззараживали семена томатов. Я показывала в одном из роликов. То есть это мы в каком-то препарате, на блюдечке, в какой-то мисочке все это делаем, обеззараживаем. Дальше семена астры надо немножечко подсушить, просто для того, чтобы их лучше было сеять. И потом обычным способом их сеять. Второй способ – это обеззараживание проводить прямо здесь, на грядке, то есть посеять и пролить почву каким-то фунгицидом. Если мы в теплице, где выращиваются овощи, лучше применять какие-то биологические фунгициды. Ну а теперь немножечко я расскажу о семенах, которые я выбрала. Они замечательные и нужно о них знать. Для примера я взяла разные совершенно астры, так называемые грунтовые, ландшафтные, которые очень хорошо украшают сад. Они невысокие, они образуют такие полянки, будем говорить. Да, если их плотно посадить, то это прям такая ковровая посадка. И вот эти астры, они долго цветут и украшают сад на протяжении всего сентября, пока не ударят сильные заморозки. И вторая категория астр – это букетные сорта. Вот посмотрите, я всего три взяла, но тут семян достаточно и, в общем-то, их должно хватить. Первый, который я хочу представить, это гигантские лучи. Дорогие друзья, вот когда я их выращивала, все мои знакомые просто удивлялись, насколько это крупные астры, красивые. Они как звезды, как морские звезды даже может быть, да, потому что они там и красные, и розовые, и сиреневые. Очень красивые белые вот эти вот звездчатые такие астры, игольчатые. Ну, просто восхитительно. И вот это такой размер, что никто даже не верил, что это выросло на обычной почве, в открытом грунте. Нужно правильно просто все делать, кормить астрочки правильно, об этом мы позднее поговорим. И вот они очень хорошо в букете, и это очень презентабельный букет получается. Не стыдно подарить совершенно на любой праздник. У нас почему-то только розы сейчас дарят, да, даже гвоздики забыли. А вот астры, нужно вспоминать о них, какие они красивые, замечательные букетные цветы. Следующий сорт – это гигантские башни. Это тоже очень красивые астры. У них высота стеблей до 70 сантиметров. И вот это основное условие, высота растения, при котором можно срезать эти цветы в букет. Вот эти игольчатые астры, они тоже до 70 сантиметров, и это прекрасные растения для того, чтобы поставить их в вазу. Гигантские башни тоже имеют очень крупный размер цветка. В отличие от игольчатых, они пионовидные. То есть это такая форма цветка, когда вот лепесточки так немножечко загибаются, полусферу образуют. Очень плотная махровость у них, и совершенно тоже разнообразные окраски, и розовые, и бордовые, и фиолетовые. Ну, то есть совершенно чудесные цветы. Ну вот и еще один ассорт, который так и называется букетные. Они тоже разных окрасок существуют. Вот здесь я выбрала красную окраску. Очень хорошо, когда в букете именно одна расцветка, он тогда еще выглядит более презентабельно, такой букет. И тоже это именно срезочные сорта, высота до 65-70 сантиметров. А теперь о тех астрах, которые называются ландшафтными, бордюрными. Это вот такие низенькие, они есть разные, с разным названием, но все их объединяет то, что у них высота растения не выше 30 сантиметров. 20-25-30 сантиметров, редко 40 сантиметров бывает. Это если очень хорошие условия, если вы перекормили свои астрочки, вот они тогда повыше немножечко растут. Вот эти астры действительно бордюрные, то есть вдоль дорожки их очень хорошо сажать. И они такие, как постриженные получаются. Или, как я уже сказала, вот таким ковром, близко друг к другу. И у них много бутончиков одновременно распускается. И получается действительно цветущий ковер. Вот астры, которые называются гном. Название говорит само за себя. То есть это невысокие действительно кустики, как я уже говорила, 20-25 сантиметров. Очень разнообразные окрасочки, веселые такие хорошие астрочки получаются. Вы обязательно их оцените, если посеете такие сорта. Дальше вот Монпассиэ, это целая серия таких астр с разной окраской. Я вот в магазине, к сожалению, только две нашла. Очень люблю еще сиреневый окрас у этих астр. И они тоже очень ровненькие, компактные кустики. При этом достаточно крупный цветок. И вот эти Монпассиэ, они имеют такую набитую махровость. Ну, прям очаровательные кустики с шапочками такими. Цветут помпончиками буквально. Ну и вот еще один сорт называется цветущий балкон. Это напоминание вам о том, что астры можно выращивать и на балконе. И вот знаете, у меня есть одна знакомая, которая всегда жаловалась. Вот не могу посадить астры на балконе, потому что у нее верхние этажи, а астры достаточно высокие растения. Их там ветром треплет. Вот, пожалуйста, дорогие друзья, вот такие невысокие астрочки, они прекрасно будут расти на балконах. Можно выращивать их в обычных балконных ящиках, длинных. А можно посадить их в кашпо и поставить даже на пол и куда угодно. Также можно и в саду выращивать в кашпо, в горшках вот эти астры. И получается, что вы можете любую абсолютно зону украсить. Более того, если вы занесете потом такие горшки к себе, скажем, на лоджию, то даже после заморозков можете любоваться этими астрами, потому что бутонов они формируют очень много и цвести могут очень долго. Посеять я хочу вот такие астры, которые называются поле рояль. Я очень люблю этот тип астр, потому что у них такая не однотонная окрасочка, а с переходами тонов от почти белой к розовым, красным, к сиреневым. И очень красиво и объемно смотрится этот цветок. Он относится к пионовидным сортам. Ну и схожесть меня тоже радовала в предыдущие годы. Я надеюсь, что и в этот раз у нас все получится. Теперь непосредственно про посев. Вот, посмотрите, бороздочка у нас готова. И что я настоятельно рекомендую сделать? Поливать не после того, как вы посеяли семена и закрыли их почвой, а проливать бороздочку. И проливать ее очень хорошо, вот так достаточно обильно, чтобы там был запас влаги. Дайте водичке немножечко уйти, чтобы не сеять в лужу. И начинайте раскладывать семена. Я сразу ставлю вот такие небольшие колышки, чтобы знать, где у меня заканчивается один сорт и начинается другой. И просто берем и щепоточкой насыпаем вот эти семена. С учетом того, что все равно схожесть, конечно же, не стопроцентная, но достаточно высокая, вот мы насыпаем эти семена. У меня даже еще осталось, поэтому я могу переместиться, вот, и посыпать еще туда. Загущенности нам не нужно допускать, иначе придется нам пикировать эти сеянцы. Вот таким образом мы посеяли один сорт, второй сорт и так далее. Будем сеять таким же способом, и у нас будут хорошие посевы. Теперь, как я говорила, закроем эти семена хорошей землей. Присыпаем совсем немножко слой почвы, вот этой хорошей, рыхлой, всего 0,5 см. Действительно, не нужно хоронить семена, их нужно сеять. И посмотрите, что у нас получается. Вот эта бороздка остается не до конца закрытой, и это очень хорошо. При поливе вода не будет растекаться. Осталось нам полить еще сверху. И посмотрите, я сейчас буду поливать всю площадь грядки, потому что здесь у меня уже есть кое-какие посевы, и поэтому не одна бороздочка будет полита, а вся площадь вот этой грядки. Обычным способом мы из леечки увлажняем. Ну, а то, что у нас попадает здесь на астры, очень хорошо в бороздочке и остается не растекаясь. Итак, посев у нас завершен. Сорт от сорта мы отделили колышками. Посев несложный и занимает немного времени. Мы больше разговаривали, чем сеяли. Ну и последнее. Для тех, кто уезжает из сада на целую неделю и приезжает только по выходным. Как сохранить влагу? Вот смотрите, до прорастания пройдет минимум дней 7, и на это время можно накрыть грядку каким-то материалом. Идеальный вариант – это какой-то спонбонд, лутросил. Можно не очень плотный, чтобы у вас даже и плевать. Можно было через этот укрывной материал. Ну, у кого нет таких материалов, вот смотрите, это старенькая занавесочка от ванной. И можно накрыть это. Там влага будет задерживаться дольше, и ваши семена обязательно прорастут. Ну что ж, дорогие друзья, я желаю всем хорошей, крепкой рассады. И у вас обязательно будут такие прекрасные цветы, если вы последуете вот этим несложным советам. Я взяла только семена в магазине, который у нас был поблизости. Конечно же, это не весь ассортимент, что есть у фирмы Аэлиты. Там огромное количество и видов астры, и пионовидные, и вот такие игольчатые, и низкие, и высокие, и совершенно разнообразной окраской. Есть потрясающие двухцветные сорта, у которых белый чередуется с ярко-малиновым или сиреневым. И вообще это астры, я считаю, просто эксклюзивные. Так что выбирайте те сорта, которые вам понравятся. Ну, а способ посева, вот он одинаковый для всех. Желаю, чтобы вы радовались таким чудесным цветам и ставили домой прекрасные букеты. Субтитры подогнал «Симон»!